Три человека на место, практически в Узовске, конкурс на отделение плавания в спортивной школе Виктория. Отбор идет по федеральным требованиям. Тренеры оценивают общую физическую подготовку детей. Идет второй поток переводных испытаний на отделение плавания. На отделение плавания мы набираем всего 60 человек, это две группы. На данный момент у нас три потока, это почти 150 человек. Вот они, будущие Сальниковы, Поповы и Ильченко. Ни капли не волнуются. Где царит дух состязательности, так это в зрительском зале. Родители заметно переживают за будущих чемпионов. Дети же со свойственной им непосредственностью признаются. Мама привела. Моя мама выбрала, потому что, чтобы я научился плавать. Танцевать на воде. Потому что интересно. Я сюда переехала, хочу попробовать. Дополнительное образование в Анапе на высоком уровне. Например, спортивных школ в нашем городе 10. В них воспитываются свыше 11 тысяч детей. Отделение плавания в Виктории – одно из самых востребованных спортивных направлений. Вот мы из спортивных школ выбрали именно спортивную школу Виктории, потому что здесь представлено очень много направлений. И нас интересует плавание и художественная, либо спортивная гимнастика, потому что у нас ребятишки очень гибкие. И девочке, допустим, полезно тоже для осанки плаванием заниматься. 15 сентября – Виктории день открытых дверей. Хорошая возможность получить исчерпывающую и достоверную информацию о жизни школах и ее планах. Главное событие, которого ждут педагоги, родители и, конечно, юные пловцы – ремонт бассейна. Отделение плавания в полном объеме, как положено, начнет работать у нас после окончания ремонта. Окончание ремонта по договору 1 ноября. Но комплектование группы уже произведено. И начальная подготовка пока будет работать на суше. Это будут проходить организационные занятия, будут проходить родительские собрания и будем работать на суше. Подготовка пловцов на суше, она предполагается любой программой. Ну, мы, наверное, выработаем сушу всю в начале года учебного, а потом будем догонять в воду. К 1 сентября школа заметно обновилась. Ремонт сделан во всех спортивных залах. Старый линолеум в большей части здания заменили, покрасили площадку в волейбольном зале. Закупили новые мячи и гимнастические снаряды. Почти 900 юных спортсменов со дня на день продолжат здесь обучение.